здравствуйте меня зовут любовь и я буду ведущей сегодняшнего видео эпидемия коронавируса сильно влияет на нашу повседневную жизнь в виде ограничений и не только для возвращения к нормальной жизни каждый из нас должен бороться с вирусом самостоятельно внести свой вклад можно регулярно мою руки соблюдая социальную дистанцию проветривая помещение ну а самое главное помнить о ношении защитных масок о масках мы сегодня и поговорим мы расскажем о том почему их необходимо носить какими они бывают и как правильно их использовать но первым делом давайте поговорим о последних самых важных и актуальных числах с про связанных с распространением коронавируса на 24 февраля семидневный показатель заболеваемости по всей германии достигал 59,3 3 марта это значение является равным 64 что означает возрастание распространения инфекции за последние семь дней на каждые 100 тысяч человек то есть количество людей заразившихся к вид 19 увеличилось сегодня семидневный индекс репродукции равен 0,93 что означает спад по сравнению с индексом репродукции на 24 февраля когда он был равен 0,98 на этой неделе один переносчик коронавируса в среднем инфицировал меньшее количество человек даже если это значение постепенно уменьшается нельзя ослаблять введенные регуляции федеральная земля бремена одну неделю назад наблюдала семидневный показатель заболеваемости равные 71,9 3 марта это значение достигло 75 это означает прирост количество заразившихся на 100 тысяч человек соответственно мы все еще далеки от желанного уровня заболеваемости не превышающего 35 на 24 февраля за все время пандемии в бремени от ковид-19 погиб 331 человек на сегодня насчитывается 352 смерти на лечении в больницах связи с коронавирусом неделю назад находилась 138 человек 3 марта в больницах находится 122 то есть меньшее количество человек находится в госпитализации а теперь давайте вернемся к обсуждению масок и так почему мне нужно носить маску на сегодняшний день нам всем все еще необходимо носить маску в общественных местах когда мы разговариваем кашляем и чихаем воздух попадают маленькие капельки слюны которые и могут инфицировать коронавирусом окружающих людей следовательно чтобы защитить себя и людей вокруг важно использовать маски которые эффективно прикрывают нос и рот и предотвращают попадание этих капелек в воздух правило существующие сегодня разрешают нам носить хирургические маски и маски типа ffp2 везде где наличие маски обязательно это означает что тканевая или тряпичная маски в таких случаях уже использовать нельзя ношение масок разрешенных двух видов является обязательным при поездках в общественном транспорте при походах в магазины и на еженедельные рынки найти и прочитать действующие правила на доступном языке можно на сайте министерства здравоохранения за время пандемии в магазинах появилось множество новых видов масок тремя основными видами являются тканевые маски хирургические или медицинские маски и маски типов ffp2 и ffp3 федеральный институт лекарственных средств и медицинского оборудования на эту тему опубликовал такую информацию тканевые маски предотвращают распространение больших частиц но от маленьких которые называются аэрозолями они должным образом защитить не могут тканевые маски считаются непригодными медицинские маски для защиты подходят лучше тканевых так как они используются при проведении операции и могут защищать от капелек которые возникают когда мы например разговариваем однако несмотря на это медицинские маски защищают нас недостаточно хорошо так как и сидят на лице недостаточно плотно эти маски эффективны но не идеальным лучшая защита для вас и вашего окружения маски ffp2 и ffp3 они не только защищают вас от больших частиц но и предотвращают при правильном ношении от попадания маленьких частиц аэрозолей в ваши дыхательные пути важно помнить что маска должна плотно прилегать к щекам по краям и в той части которая находится над носом такая маска считается подходящей если ее носить правильно как правильно носить маску маска должна подходить так чтобы ваш нос рот и щеки были прикрыты в целях циркуляции нефильтрованного воздуха только через маску важно чтобы края масок были плотно прижаты к лицу маска ffp2 может лучше фильтровать воздух только в случае если она хорошо подходит снимая маску прикасайтесь только к ушным петлям и не трогайте ту часть маску которая прикрывает рот и нос после снятия маски не менее 20-30 секунд тщательно вымойте руки с мылом можно ли носить маску ffp2 несколько раз важно знать что и хирургические маски и маски ffp являются одноразовыми а это значит что они предназначены для одноразового использования однако покупка новой маски после каждого использования будет обходиться дорого и трудно тем не менее существуют методы которые могут уменьшить количество патогенов на маске в целях повторного использования вот несколько советов как сделать так чтобы маска ffp2 оставалась эффективной при многократном использовании первый просушите маску в помещении не менее семи дней не ставьте ее на обогреватель или на солнце это не лучшее решение но риск заражения при повторном использовании значительно снижается второй дайте маски высохнуть помещение до следующего дня после использования поместите маску в духовку на 60 минут при температуре 80 градусов цельсия температура должна контролироваться термометром в духовке важно чтобы нижний слой маски был чистым для этого можно использовать бумагу для выпечки и лучше держать дверь духовки закрытой обратите внимание и убедитесь чтобы этот процесс не с не оставался без присмотра третий маска не должна использоваться повторно более пяти раз поэтому после того как вы очистили маску пять раз вам необходимо ее выбросить четвертое мокрую маску необходимо заменить новой пятое всегда одну одну и ту же маску должен использовать один и тот же человек не позволяйте никому использовать вашу маску для более подробной информации пройдите по ссылке на информационную листовку fh мюнстер и федерального института медицины и медицинского оборудования мы также приложили ссылку на общую информационную страницу вместе против короны все ссылки можно найти под этим видео на следующей неделе мы поговорим о вакцинах против к вид 19 а в том числе и о том насколько безопасны различные вакцины и если у них побочные эффекты кроме того мы обсудим этапы процесса вакцинации и расскажем когда у вас появится возможность получить вакцину в соответствии с предписаниями властей германии а сейчас мы уже подошли к советам недели мы находимся в локдауне уже почти год и так что можно сделать для смягчения локдауна сделайте структуру дня или недели сформировав легкую рутину которой можно придерживаться напишите список дел это забавно рисовать галочку по выполнению дела не забудьте запланировать и некоторые развлечения как просмотр фильма приготовление вкусной еды или прогулка при этом учитывая действующие меры предосторожности все это полезно как для нашего психического так и для физического здоровья и является отличным способом провести это нелегкое время просим вас сохранять свое здоровье и безопасность придерживайтесь социальной дистанции и старайтесь поменьше посещать людные места не забывайте носить маски и возвратиться на следующей неделе за новым видео о вакцине против коронавируса спасибо за просмотр нашего видео и всего хорошего до скорой встречи эти видео разработаны студентами якобс университи здесь в бремени совместно с государственной ассоциацией здравоохранения и академии социальной медицины медицины нижней саксонии при поддержке и производстве smp медиа-центра